В Иркутский государственный университет я поступил в 1967 году, сразу после окончания Иркутской 15-й школы. Я проучился пять лет и после окончания меня направили в Ленинград. Причем тут сразу возникла забавная ситуация, наш университет носил имя Андрея Александровича Жданова, ленинградский университет тоже носил имя Жданова. И в Ленинграде долго смеялись, когда читали мои документы, что из одного университета имени Жданова в другой университет имени Жданова. Поехал я туда не один. Был большой десант выпускников 1972 года со всех факультетов. С этими людьми я подружился. Это были биологи, это были историки, это были, насколько я помню, химики. И затем эти люди, им достаточно много, они сейчас, в общем, составляют элиту нашего университета. Когда в 1976 году у меня закончилась аспирантура, она длилась, в отличие от нынешних 4 года, потому что был год стажировки для провинциатов. Давалась возможность как следует подучить иностранный язык, проникнуться основами марксистско-ленинской философии, чтобы успешно сдать кандидатские экзамены и не тратить время на кандидатские экзамены во время написания диссертации. Я это все проделал, затем 3 года у меня было аспирантской жизни, и в 1976 году я вернулся в Иркутск, а на мое место, на ту же самую кафедру советской литературы Ленинградского университета, приехала Ирина Иннокентина Плеханова. Вот так, там мы с ней познакомились, и потом почти 4 десятилетия дружно трудились на кафедре новейшей русской литературы. Кафедра, кстати, переименовывалась за 40 лет моей работы трижды. Сначала это была кафедра советской литературы, заведовал ею Василий Прокопович Тружкин, мой незабвенный учитель. Затем кафедру переименовали в кафедру русской литературы XX века, и вот уже в последнее время и по сей день она называется кафедра новейшей русской литературы. Ну, раз уж я вспомнил Василия Прокоповича, надо сказать, что вот все, что, в общем, мной было достигнуто, это на 99% благодаря его богословению. Это был удивительнейший человек, лучше всех о нем сказал Валентин Григорьевич Распутин, который у него учился, он назвал в свою очередь Василия Прокоповича наш профессор. И вот в эту книжечку, она называется «Друзья мои», вошли воспоминания и Валентина Григорьевича, и мои воспоминания о Василии Прокоповича. И сразу я должен, поскольку мы говорим о столетии университета и о том, как наши судьбы связаны с университетом, рассказать, что мое путешествие по университетским корпусам началось в студенческие годы и достаточно интересно. То есть, первый поступал я в главном корпусе, в Табло Маркса-1, там мы в основном учились. Потом, неожиданно, когда на том берегу началось строительство нового корпуса, и вообще предполагалось, что университет переедет весь на тот берег, был построен первый, нынешний шестой корпус, где сейчас находятся у нас химики. Но тогда надо было, чтобы его кто-то осваивал, но для химиков оборудование не завезли. Поэтому в ректорате решился вопрос о том, какой факультет туда можно временно перебазировать. И решили так. Физики привязаны к своим лабораториям, биологи привязаны к своему музею, филологи не привязаны ни к чему. Хотя наши преподаватели тогда шутили, ну как же, у нас главная лаборатория, все-таки библиотека, Белый дом, мог нас оторвать. Ну, тем не менее, мы туда переехали, тогда, я помню, там очень все было еще неблагоустроено, и где-то от политехнического института приходилось пешком идти через этот мостик, грязь по колено. Ну, тем не менее, мы освоили этот шестой корпус, и вот как раз с Василием Прокопчим связан один забавный эпизод. Переехали в начале учебного года, а затем наступила весна, и снег с крыши не был убран. Он, естественно, начал таять, а крыша еще была новая, поэтому в аудиториях начался потоп. Мы пришли на лекцию к Василию Прокопчиму, а льет с потолка. Василий Прокопчим заходит в аудиторию, подходит к кафедре, смотрит наверх, цитирует медного обсадника Пушкина на берегу пустынных волн, стоял на дуум великих пол, и уходит. Чем дальше дело кончилось, я не помню, но вот такой забавный эпизод. Потом нас оттуда перевели, и диплом я уже защищал в третьем корпусе, где сейчас у нас геологический факультет и соцфак. Оттуда я уехал в Ленинград, вернулся как раз в 1976 году, когда наш факультет начал работу на Чкалово-2. И вот там 40 лет. 40 лет безвылазно, вместе с историками, вместе с психологами. Ну, а год назад мы все переехали сюда. Я должен сказать, что у меня очень добрые воспоминания сохранились о работе в Совете молодых ученых. В 80-е годы и по сей день функционирует эта организация. Она аккумулировала в себе всю научную элиту нашего университета. И председатели советов молодых ученых тогдашних, они сейчас тоже, каждый в своей сфере профессора, доктора наук, это и ИНУС, и НИИ биологии, и юристы, и биологический факультет, и химический факультет. Я поименно могу назвать всех, но это слишком долго будет. Вот поверьте мне на слово, что это действительно замечательные люди. Я с ними тогда подружился. У нас были выездные активы. И тогда вот эта генерация молодых ученых, она еще и комсомольскую закваску имела. У нас в этом году еще столетие комсомола, замечательная совершенно дата. То есть комсомол давал дисциплинированность, комсомол давал обязательность, комсомол давал очень многое для того, что пригодилось впоследствии мне и в педагогической деятельности, и в научной работе. Ну и самое главное, вот эта юношеская дружба с коллегами, а с других факультетов. Василий Прокопьевич Струшкин у нас заведовал сначала объединенной кафедрой. У нас все начиналось с объединенной кафедры, кафедры русской и зарубежной литературы, а потом, как раз накануне где-то моего возвращения из Питера, произошло разделение на две кафедры. Одной стала заведовать Анна Леонидовна Рубановича, это была кафедра русской и зарубежной литературы. А Василий Прокопьевич взял к себе на кафедру новейшей русской литературы Надежда Спанута-Детник, Надежда Спанута-Шарашинову и Неля Аркадьевич Золотареву и моего отца. Ну, светлая ему память Руслана Ивановича Смирнова, который вместе со мной работал, и даже мне довелось им руководить какое-то время, когда мне пришлось заведовать кафедрой. Вот это все было достаточно забавно, но тем не менее из песни слова не выкинешь. Я должен сказать, что Василий Прокопьевич исповедовал совершенно замечательный принцип руководителя. Он сказал, Сережа, знаете, вот я когда кафедрой заведую, у меня единственная задача – это никому не мешать делать свое дело. Все. Больше я ничего делать не собираюсь. Никому не мешать. Каждый. И это дало возможность раскрываться нашим преподавателям. Дало свободу. Свободу и научную. Каждый занимался тем, чем хотел. И педагогическую, то есть возможность со студентами работать по своим методикам, по своим принципам. Это было совершенно замечательное время. Второй учитель, которого я добрым словом хочу вспомнить – это заведующий кафедрой журналистики Владимир Катерович Владимирцев. Он пришел к нам из Ильяза. Очень интересная биография, интересная жизнь. Но это был человек с невероятной харизмой. И мне рассказывали студенты-журналисты, что у него ни одно занятие не повторяло предыдущее. Он каждый раз делал что-то новое. И я в этом тоже постарался многому Владимиру Петровича научиться. Более того, Владимир Петрович стал одним из рецензентов моей диссертации. Давал мне очень ценные советы. И, может быть, помог в определенной степени и защитой диссертации по вампиру. Доброе слово надо сказать об учителях с кафедры русского языка и общего языкознания. И здесь, конечно, в первую очередь, я думаю, что это не я один делаю, нужно вспомнить добрым словом Владимира Владимировича Мейера. То есть это был тоже человек с невероятной харизмой и знающий свое дело досконально, и прививающий каждым своим поступком и каждым своим занятием умение понимать, чувствовать слово. По моему глубокому убеждению, филолог – это, прежде всего, грамотный человек. У меня со студенческих, даже, наверное, со школьных времен возникает определенная аллергическая реакция, когда я вижу орфографические ошибки или пунктационные ошибки. Если на каком-то сайте причастный оборот не выделен, я уже к этому сайту доверие не испытываю. Это школа Мейерова. Это школа Евселия Николаевна Петуховой, которая у нас вела занятия по синтаксису. И я, в общем, стараюсь следить за нашими нынешними студентами, чтобы они любую работу, это я относился к филологам, к журналистам, к студентам в бурятском отделении, выполняли грамотно. Несмотря на то, что это работа по литературе. Вот у меня шагирует, когда сейчас к нынешним сочинениям нет требования писать грамотно. Вот мне кажется, что это все-таки нонсенс. Ну, это не смеется. Юлия Иосифовна Кашевская вела у нас флексикологию, и это тоже удивительный был человек. То есть языковедом я тоже очень многим обязан. Ну, видимо, время вспомнить Рислава Ивановича. То есть это человек, у которого я учился многому. Я надеюсь, что я семейной чести, в общем-то, не посрамил. И вот у него был совершенно замечательный девиз. Ну, было два девиза. Он говорил, у него есть стихотворение, он еще и стихи писал. «Иду с открытым сердцем к людям». Вот этот сборник, который был издан благодаря нашему факультету. Очень характерные фотографии. И второй его девиз, тут тоже замечательный совершенно феномен. Он как-то очень всегда хорошо ладил с начальством. Я его спрашивал, чем это вызвано. Ну, что, я Грибоедова всегда вспоминаю. Служить делу, а не лицам. Вот, поэтому его очень уважал Юрий Павлович Козлов. Это же Харус Шмидт, насколько я знаю. Анселия Васильевна Калабина, то есть элита нашего университета. И он как-то всегда умел действительно со своей открытостью расположить к себе. Ну, и, вероятно, хорошо делал свое дело. Этот юбилей проходит в очень таком любопытном качестве, потому что, сравнительно, недавно университет вобрал в себя два огромных вуза. Это педагогический институт и лингвистический университет. И я должен сказать, что с педагогическим институтом, он в разные годы по-разному назывался, в нашей семье тоже очень давние и добрые отношения. Потому что отец до 1959 года, после окончания аспиратуры в университете, он работал в пединституте, он даже декадом там был. Потом, в 1959 году Василий Прокофьевич пригласил его в университет на работу. А меня приглашали неоднократно в пединститут в качестве председателя государственной экзаменационной комиссии. И я должен сказать, что уровень подготовки там действительно университетский. То есть, и то, что он назывался педуниверситетом, и то, что сейчас входит в состав нашего общего объединенного вуза. Мне кажется, это только на пользу делу. Ну, а что касается Института иностранных языков, то тут, конечно, тоже огромнейший потенциал, огромные возможности. Мне кажется, очень хорошо привелась сразу эта аббревиатура Эфия. Она уже на слуху, и мне кажется, что она очень хорошо демонстрирует то нынешнее состояние, когда два факультета, вероятно, каким-то образом происходит процесс интеграции. Процесс, я как понимаю, сложный, непростой. Но, конечно, потенциал Института иностранных языков и те кадры, которые там есть, они очень хорошо дополняют то, что заложено было на нашем факультете. Потому что слово объединяет всех. У нас и сайт называется «Слово из СУРУ». И это тоже совершенно замечательно. Поэтому, я думаю, что у университета большое будущее. Но, вот опять-таки, забавная вещь. У нас сейчас университетов в городе очень много. И когда приходится неоднократно отвечать на вопрос, а в каком университете вы работаете, мне становится неловко. И у меня вот есть такая утопическая, идеалистическая мечта, опять же, не мне тут решать. Вот если бы где-то в какой-то инстанции решили возродить аббревиатуру, с которой наш университет начинается. Абревиатура тоже замечательная. Это аббревиатура «Иргосун». Если бы это было на всех вывесках, им бы надо было говорить, что ты учишься. Ну, просто в классическом. Ну, классическое – это тоже хорошо, но это непонятно. А будет аббревиатура, загадочная аббревиатура, которая восходит к нашей истории. Иргосун, Иркутский государственный университет. И все будет понятно. Творчеством Вампилова я начал заниматься во время ленинградской аспирантуры. Причем это тоже была достаточно забавная ситуация. Вообще у меня по жизни, меня всегда преследуют вампиловские, как сам вампилов говорил, сюжетцы. Вампиловские сюжетцы. И вот один из таких сюжетцев как раз произошел в 1974 году, когда ко мне обратились из Ленинградского государственного института театра музыки и кинематографии. Сейчас он называется немножко по-другому. У них был, помимо того, что они готовили актеров и режиссеров, у них еще был научно-исследовательский отдел. Он располагался на Исаакиевской площади. И каким-то образом они прознали, что в университете есть человек из Иркутска, который пишет диссертацию. И меня познакомили с тогдашним заведующим отделом института Марком Николаевичем Любомудровым. Который мне сказал, ну а почему бы вам, дорогой, не написать для нас статью? Вот у нас выходит заборник, вот мы хотим дать статью вампилове. Кому как ни вам писать. Ну я, естественно, согласился. Написал эту статью, попросил, чтобы мне из Иркутска прислали. У нас дома были первые публикации вампилов в «Альманахи» Ангара. Поработал, взял статью. Статья эта напечатана была в солидном сборнике. А затем кандидатская диссертация у меня была по историческому роману. Там главным героем был Сергей Павлович Залыгин. А потом, когда я сюда вернулся, как раз образовался фонд Александра Лампилова. Сейчас он называется... Фонд существует. Фонд возглавлял наш народный артист в России Виталий Константинович Венгер. Вот главным движущей силой там, замечательный совершенно человек, это Галина Анатольевна Савуянова. И так, опять-таки, по стечению обстоятельств мы начали совместную деятельность. Я тогда заведовал кафедрой, и вот мы с центром. А фонд тогда ориентировался на издательскую, прежде всего, деятельность. Они выпустили 30 книжечек, посвященных вампилам. Но это все были такие малютки. А потом был задуман проект солидный. Вот этот проект вылился вот в такую книжечку. Она задумывалась поначалу как энциклопедия. Вампиловская энциклопедия. Но, в конце концов, получилось то, что есть. Это форма, мы ее назвали с коллегами, материалы к путеводителям. 40 авторов, причем очень много с нашего факультета. Более того, мы даже задействовали тогдашних наших дипломников для написания статьи. Вот они здесь фигурируют. Мы делали этот проект вместе с журналистами нашими. Вот здесь биография вампилова. Мы делали этот проект вместе с музеем вампилова в Кутулике. Юлия Борисовна Соломейна, там вдохновительный организатор всего этого была. Вот уникальная совершенно книжечка, она и по сей день, по-моему, не потеряла своей ценности. Вот затем, что было затем? Затем произошла очень любопытная история. Я об этом уже немножко писал, но я думаю, что рассказать будет не лишним. Значит, однажды мы встретились с Солуяновой на улице. Я говорю, ну, как бы нам все-таки всего вампилового собрать? Взять все варианты, их много, они разные. Я в первой статье об этом писал. Ну, что, хорошо, давайте попробуем. Но нужны были, конечно, рукописи. Это очень сложный всегда вопрос. И в этом отношении до сих пор, кстати сказать, Шукшинские рукописи Лидия Николаевна, насколько я знаю, не очень охотно дают исследователей. А тут произошло совершенно необычно. Мы возвращались из ТЮЗа, с премьеры, с Линой Викторовной Луфе, это известный иркутский редактор, издатель, я сейчас перед ним не живу, и Борисом Соломоновичем Ротенфельным, известным иркутским журналистом. Возвращались каким-то таким путанным путем, потому что трамваи не ходили, что-то долго стояли на остановке. Ну, надо было, разговаривали. И что-то разговор зашел о том же, вот хорошо бы как-то в рукописи Лопилова все-таки в Иркутск залучить. А Ольга Михайловна в Москве жила. Борис Соломонович с ними, с семьей Лопилова очень хорошо был знаком. А в чем проблема? Я Ольге позвонил. Вот. Он позвонил. Потом нам все это рассказал. Я ей позвонил, он сказал, Оля, вот ребята тут хотят сами всего издать. Вот как ты смотришь на это? Если я приеду. А Ольга Михайловна говорит, ну приезжай. Вот. Борис Соломонович приехал, а там был такой легендарный черный чемодан в Ампиловске, где хранились рукописи. И он все это посмотрел, снял ксерокопии с помощью своей дочери и привез в фонд Ампилова. И тогда появилась возможность видеть этот плетящий пушкинский почерк. Ампилов уже был назван в честь Пушкина. И, ну а там, ну что, грешно было бы все-таки научить и работе не заняться и своей рукописи под рукой. Вот поэтому у меня получилось написать эту самую биссертацию. Я же ее защитил. Вот. А вот это тоже наш совместный проект. Это возвращаясь к нашей теме. Совместный проект с фондом Ампилова. Называется «Альма-матер» Александра Ампилова. Мы вместе с Галилиной Анатольевной и Анатольевичем Собинниковым, который долгие годы у нас был деканом факультета, задумали вот такой проект. От Ампилова и Иркутского университета. И продумали композицию. Здесь научные статьи. Первый раздел. Второй раздел – это цитата из ранней редакции «Прощание в июне». Там Колесов рассказывает. Вот я приехал в этот город, вышел на станции, на вокзал. И первым делом спросил, где университет. Мне показали через реку, на Магану. И вот с тех пор, и так далее. И первый сюжет, первые полнометражные песни, он был связан с событиями в университете. Выпускники университета Ампилова. Вот Марка Сергеева, родная Шахунаева, Арнольда Харитонова. Вот подборка этих воспоминаний. Ну и научный аппарат. Здесь был основной литературой творчества Ампилова. Ампилова. А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok